ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Альберт Бродников поймал ЧЕТВЕРТЫЙ МЯЧ В ПОЛЬЗУ ТОЖЕ БРЕЙКОВЫЙ ЛАВРОВ ТУСКОЛ ЭЙС СЕМЕН ОКАЁМОВЫМ ЧТО-ТО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СЕМЕН С ВОЛНЕНИЕМ ЕМУ МЕШАЕТ ЧТО-ТО В ТОРОЙ РАЗ СРЫВАЕТ ПРИЁМ 5-3 И ВСЕ ВРЕМЯ НА НЕГО ТРЕТЬЙЙ РАЗ ЕСТЬ ДОИГРОВКА БРЕЙКОВА И КОМБИНАЦИЯ Здесь УЖЕ НАИГРАНО ГОДАМИ МОЖНО СКАЗАТЬ ЭТОТ КРЕСТВЕК ДА ИГРАЕТСЯ ВЛАДИМИР СИДОРОВ УДАЧНО ЗАВЕРШАЕТ ПОПЕРЕК ДВИЖЕНИЯ ТУСКОЛ ЛАВРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДАВАТЬ УЖЕ ПЯТЫЙ РАЗ ОН ПОДАЕТ ХОРОШО ОООО ВЫСОКИЕ ДОВОДКА БЫЛА И ОШИБКА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ 7-3 7-3 ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ ИГРЫ НАРОДОВ ЯКУТИИ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ВЫИГРАЛА КОМАНДА НАМСКОГО РАЙОНА В ПЯТОЙ ПАРТИИ В ДРАМАТИЧНОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ АМГИНСКОГО РАЙОНА ЭТО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОПУСТИЛ НАШУ НАЧАЛО НАШЕХ ТРАНСЛЯЦИЙ А СЕЙЧАС? В ПЕРВОЙ ИГРЕ ТОЖЕ ХАРАКТЕРНОЕ БЫЛА В ОДНУ КАЛИТКУ ИГРАЛА АМГА ВЫИГРЫВАЛА В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРЕХ ПАРТИЯХ В ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЕ ВЛАСТВАЛА И ОДНУ КАЛИТКУ ИГРАЛА НАМСКОЯ КОМАНДА У СЕЛДАНСАВ ТОЖЕ ЖДЁТОЙ ИГРЫ НАЧАЛО ИХ НЕ ДОЛЖНО СЛОМИТЬ НО НАЧАЛО ИГРЕТ ЗА ЧУРАПЧИНСАМИ МИХАИЛ ДИМИТРЕЩ ГУЛЯЕВ НАБЛЮДАЕТ ЗА ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРОЙ ЧУРАПЧИНСКИХ ВОЛИБОЛИСТОВ И СИГРА НЕ ЖДАЛ Время было диагональному здесь придумать Сетка была открыта Но он чуть опоздал принятием решения И восьмой мяч Ошибка в нападении у Солданца 8-3 ЧУРАПЧА ВЫГОЛЯДИТ СОБРАННИЕ И НАСТРОЙ КОМАДНЫЙ И На удивление долго держит подачу В ТУСКУЛИ КАРАСТО НЕМНОЖЕЧКО НЕ ПОПАДАЕТ МЯЧ НА ПЛОЩАДКУ РЕШИЛ ОТВЕСТИ МЯЧ ОТ ЛИБЕРО И ГАВРИЛО ХЛОПКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ У СОЛДАНСКОГО ЛУСА ВОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПРИЕМ Ну вот это просчитали Да Иннокентий Артамонов Он знает СЕДЬМОМ ЧУСТВА Ждал, ждал Видно, что он даже Играет на доигровке Но караулил с центрального Потому что Владислав Повелся, да? Сидоров Это его игра Володя Сидоров Если поймает кураж Обладает всеми техническими возможностями Доиграть мяч до победы Девять пять Иннокентий Филиппов Есть прием Наконец-то наладил свои Прием И сразу же игра появилась Шестой мяч нападений Быстрая атака У Силдан Сегодня будет Уповать На такой стиль игры Ну посмотрим Какие Задумки У Бродникова У Сивцева Да Да Здесь надо подсказать Кот был открыт Но Просто Сила страшная Удар Вложился Володя Сидоров И аут Мяч отдается Чарапчинца Мы пока не можем видеть Решение судей Да Совещание маленькое В современном оборудованном залах сейчас есть челлендж И В виде просмотра Имеет право три раза Но если Прав Спорящая команда Черенц сохраняется Если правы судей Через отменяется Пока на табло 6-10 На правах капитана Общается Ниргун Сивцев Сейчас первым судьей И спорный мяч Да по всей видимости Что показал у нас Аркадий Ефремов Это была подажа И мяч в пользу у солданцев Они доказали свою правоту Спор шел Насчет того что Подача улетела За антенной И попала видать В площадку 7-10 Саргалан Яковлев Саргалан Воспитанник Горного Валетбола Да Сейчас Играет за сборную У солдана Хорошая подача Да То что надо для Того чтобы сравнить счет Потихой Первая партия У нас второй Полуфинал Мы ожидали что У солдан быстро Маладит свои Игровые связи И 8-10 Подача Как раз К месту здесь оказалась Есть страховка Попов не забивает Но Акаёмов На страховке тоже На месте И Артамона Пайпа До пола Здесь никто не взял смелость отыграть этот мяч принятие того легкая добыча потому что пасующий на страховке был и на равенство уже ганди карта был 767 мячей блок что-то очень быстро просчитали игру чуропчинцев 10 10 счет у нас равный разница в начале было 7 7 мячей 10 3 стояли и тут уже шестой раз седьмой раз будет подавать саргалан яковлев василий тумбаре забочен лидер должен проявить характер в предыдущем матче николай павлов и психологическом плане показал что он очень устойчиво владислав папа опытный до начались быстрые атаки селдана сразу забегает попов и в темп играет все просто здорово для вот этих ребят 11 10 тоже мяч отведенный тумфали и полида вы его вариантов оставляет вроде как нашел правильную мере правильную позицию за для защиты и не справляется силой удара защитнику солдана альберт бродников старый главный тренер команды чуропчинского района есть приемы очень высокий вот так да василий василиев то иногда принимает такие решения на загляденье вот одиночный блок был но блокаут игра разноси нюргун красиво сыграл да здесь блок ваши это бесспорно есть игра владислав папа сохраняет мяч сарглан диагонали не добивает артаму оставляют и вася василиев аккуратненько кистью между зонами оставляет неудел владимир сидорова правильное решение двойной блок не стал проверять на прочность не скинут в калетку первую зону и такой седьмой метр мяч упал да а владимир надо было два метра вперед продвигаться времени недостаточно 13 11 уже впереди у салдан по сыпкости вот смайкс либера семена коема в начале партии провалил позитивного прием доводки не было но прям как появился у солдат повел 13 11 молодец имен собрался быстро сейчас и в передней линии две атаки у нюргуна и вот владислав походу подавать но вчера он задергивал команды своей подачей с нюргуном по месту до года по месту и ко времени играли на сидорова это очень красиво вот это была хорошая атака в исполнении попова восьмой номер попов вот молодой который у нас нет ошибаюсь 12 13 есть защита бродников кулачками защитился но ответ был от гаврила хлопкова мастерских очень быстро темпова первым темпом атака инакентий филиппов не смог из в этом положении помочь прыгал в одинаково но говорилось нашел брешь 14 12 акаема по линии он потолок потолка коснулся такой силы был удар тумфолида на линии атаки 13 на равенство подавать не отпускает ребята своих соперников первая партия второй полуфинал линейный судья показывает аут 15 13 есть доводка в один в один василий обыгрывает артамонова и 14 15 долг между рот был россия инакентий мяч проходит шестой метр падает есть доводка 10 номер у нас сарглан яковлев с позиции до игровщика тут на подачу да видимо гаврила меня и да это традиционная смея уже видели такой ход тренерский и обратная замена будет им до играет наверное и в защите алексей готовцев девяносто восьмого года рождения имеет второй спортивный разряд по волейболу поратил и выиграл вот не зря да не зря зашел из замены по длине подача получилась классной 17 14 он же подает алексей готовцев ну сейчас у солданий подъем волейбола есть есть такое село танда туда девочки и берет девочки даже на уровне дальнего востока показывает очень хорошую игру конкурентную игру алексей готовцев максима мосов как тренирует а сейчас у длине можно уже говорить о школе у солдатского волейбола 15 мяч отдает 15 17 нет его иннокентий филиппов от игры этого центральная блокирующего темпового игрока зависит вся схема игры ключевой игрок черовчинской сборной сегодня он играет обычно он играет с братом старшим братом андреем но сегодня андрей сожалению ошибка второй передачи вот это мастер да разгон такой сильный быстрый упрощает скорость и связи от нюргу на это не характерно на равенство будет подавать и накиньки нюргонцы до дает наставление саргалану яковлево саргалан якобы вчера играл местами не убедительно этого не повторилось наигранная комбинация готовится да с владиславом только же не меня и власть к вовремя владислав вышел на свою основную позицию закрывает артема сивцева хотя все было очень на больших скоростях и нагентий артамонов на подаче пока всего два мяча разделяю и хорошо до задергали владимира нас это наверное установка что играть на владимира в пятую зону до при возможности до пятую зону и выбивая из атаки откровенно володя не был готов приема и его страхует но кросс вот вот нацеленная подача сбит игрока с игрового ритма и это приносит двойной успеха и володя к сожалению ошибается попадает в верхнюю часть сетки двадцать четырнадцать шестнадцать четыре очка четыре очка впереди у салдане и чаровчай берет и в 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 но он уроженец и солданец по крови и здесь до разыгрался тыси в бле васильев до васильев молодец нужный момент крепкие нервы у парня он ошибок тут не допускает по ходу турнира он прибавляет на глазах 21 16 пока рано фанфары петь солдан первая только партия на собственных ошибках эту партию отдает пока черопча двадцать два шестнадцать василий низковат оказался мяч он не смог обработать а кеша поспешим 1722 черопча про пока спокойно владимир сидоров по большому счету болит боли дается право два раза ошибиться на 3 раза третий раз это уже непростительно да прощай пьедестал 2317 у нас мы до трех побед играем и все понимаем счет может быть 21 3132 и два раза можно проиграть звонок колокол уже в первой партии у черопчи звучит два мяча осталось до 25 и гандикап 6 мячей впереди у солдат но пока пока сами отдают очко у солданцы и сейчас черопча попробует догнать на подачи сидоров да нет это пермяков выходит на подачу пермяков он скрытый либер он на защиту выходит все время сегодня решили двумя братьями пермякова играть в защите черопча подъем мяча свистит аркадий первый судья и 19 уже классно да вот вот это да но ракурс какой-то но здесь по темпу и в этом у вас 6 вообще как будто мы даже сами поверили владислав владислав закроет но доверили василию он замкнул завершил успешно притом сетбол 24 19 и данил васильев на подачу выходит тоже очень молодой игрок ему 18 лет дают прочувствовать большую площадку далековато стал углом назад защите и один сетбол отыграем 20 24 сетбол сивса под на подачу пущен просто да вот именно умение маленькая пауза уже какой-то нюргу надо и сразу все возвращается на круги своя 25 20 1-0 пусть алдан пока начинает мощнее перечинал черопча мощнее но концовки партии у солдан оказался сильнее помню счет 10 7 1 10 2 да но не выдерживает свой темп игры не играли говорит бротников а задача черопчинская сборная к сожалению для черопчи семена каемов собрался броника призывает что игра то у солданца тоже не играет а мы вообще стоим давайте играть ждем халявы да халявы было со стороны у солдана прилично на гоблинский перевод если сделать идет второй полуфинал черопча у солдан будут бороться за финал первые финалисты нам с киулус уже поджидают своих соперников из этих вот ребят после обеда играются полуфинальные встречи у женщин часть игр мы обязательно покажем а пока жемчужина заречного сельского волейбола на ваших экранах на мой взгляд оба команды вот из-за волнения или из-за ответственности до своего уровня игру еще не подняли были ошибки оба команда ошибались на ошибались достаточно у солдана половину очков без пункта за счет ошибок дала прием был сбитый подачи не исполняла но за счет вот черопчат не смогла этими воспользоваться и дала догнать и потом перелом психологически не перешагнул просто и это госусилдан спокойно 10 ведет вторая партия на подачи артем сивцев по эмоциональным картинки первый полуфинал получился сказе нанцы играли амбой намного сложнее первый мяч за у солдана задача мином исполнил снялись аманному данным нюргун сивсе принес команде он же подает первый мяч сидоров хороший прием и быстрая темповая атака от инокентия филиппова 11 вот чего было мало первой партии так это коротких передач от таких третьей зоны василий тумфолей василий учился хабаровске оттачивал хабаровскую школу получал уроки 2-1 по месту ошибается гаврил охловку гаврил охловку на подачи легкий мяч василия не да а здесь случилось подвернул ногу сидоров повторе сейчас увидим скольжение скольжение опорная нога ушла голеностоп при приземлении на доигровке владимир сидоров нужен для он остался в игре везде очень мокро жарко вентиляция в комплексе не работает дабы не мешать соревнованиям по пулевой стрельбе через них проходят потоки воздуха на втором этаже и пока вот страдает волейбол сидра во всей красе это его прыжок и вода полтора метра было мяч вот высокий мяч вот смотрите очень высокий но и при издали прыгает поймал его добил до пола 33 тускул лавров один из молодых игроков черепчинской команде есть приносит очко при подаче 43 черепча пытается завестись чувствует в себе силу и сейчас ребята василий василиев приеме тут срывается в передача передача т3 ну первой партии тоже поскольку задергал всех здесь уже доводка от либера семена каемов играется мяч в защите играет а каемов и со второй линии аккуратненько василий тумпали кистевой удар это его конек и шесть три пусть алдан скандирует трибуны шесть три х шесть 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 Василий Василий напоминает, что надо концентрировать внимание ни на секунду площадку не терять, не расслабляться. Он пропустил два таких простых мяча в приеме. Не довел. И на него летит мяч. Он на месте. Шанг атаки. И, наконец, снимается команда Уселданского района. А трибуна-то не хуже, чем за ОМГУ болеют, да, за ребят из Уселданского района. Приехали их поклонники, но есть и освистывающие. Почему бы лоб не поднялся? Никто не поверил, что Сидоров добьет до пола. Потому что он был далеко и так быстро прибежал, оттолкнулся и забил до пола. Филиппов. Тоже смазанный прием. Не попадает. Саргалан, ну, вот... Хорошо задумал, но, к сожалению, не попал. Малость? Мне кажется, что вот он... Или договоренность другая была, да, перед приемом, что... Нюркун отдал другой пас и Саргалан не готов оказался. Касание. Завелся Чарапчинские игроки. Завелись Чарапчинские игроки. Особенно Сидоров. И все у него получается. Иннокентий Филиппов держит продачу. Аут. Ну, не критично. Пусть Алданси так... В начале партии иногда так отпускает соперника и... Пять-четыре мяча для него тут... Вполне реальные цифры. Прос, вот ошибка пошла. Сразу первое очко отыграно. И уже... 6-9. Да, с мячом встретился... Позже, чем планировал Владимир и попал в кросс. Как корректно вы говорите. Есть игра в защите. Владиславка как зрячий, да? Ты че, да? Не скидка ты че, да? Силовой такая. Прямо вшик. Вот. И вот тут вроде как успевает Либера, но... Просчитал, но не испортил. Не сложился. Не сложился сюда. Просто такой тоже смазал. Наказ здесь у солдан должен наказать. Аут. Как так? Вот. Есть такой... В якутском балетболе, тем сложнее могут забить до пола. Да, когда легко можно... Вот Саргалан неопытно считает. Василий. Да, и Василий решил, что все дело сделано. И ошибся. Просто попади, да? Да, просто попади. Накат от Орпомонова. Аут. А здесь Тумпали такую же ошибку. Как Василий допускает. Да, допускает. Концентрации все еще не хватает. Почти середина второй партии. Второй полуфинал. Мужчины у солдана противодействуют мужчинам чуропчи. 11-8. Подает Альберт Бродников. Но он пока недоволен игрой команды. Командное движение, в самом деле, да. Скорости движения не хватает. Уширопчи. Наконец пробивает блок. Василий. Василий. Чем сложнее, тем успешнее. 9-11. Ну и видим, не характерно для молодого игрока. Он очень такой устойчивый, да? По игре. Спокойный. Не боится повторить удары. Обычно после одной ошибки перестают бить нападающие. 12-й мяч блока. Нападение от... Ну, Василий-то... Мастер таких проникающих ударов, да? 12-9. Он не имеет права подряд два мяча отдать сопернику. Мастерство позволяет играть на хорошем уровне. Я повторюсь, скажу, что доигровщиком... Хорошим доигровщиком считается волейболист, который больше 50% своих действий позитив превращает. Набирает. Набирает, да. Просто доиграться сложнее. Очень сложнее. Коллективный блок. Мячи летают по-разному. То не доводится, то высота. И надо быть очень быстрыми. Точно. Да и еще принимать надо. О, это была очень высокая атака. Точка съема поражает. Вот посмотрите, пожалуйста, в прыжке Иннокентий Филиппов. И у того рост... 13-10. Иннокентий рост 192 сантиметра. С хорошей позитивной доводкой у Силдана имеет в арсенале несколько убойных тактих. Но Нюргунд предпочитает сегодня играть с доигровщиками. Основным играет. Диагональ... Ну, исполнительный диагонали у него... Саргалан может в диагонали играть. Он тутался вверх туда. В этом направлении атаковать. Но... Аут. Три раза подряд у Силдана не подает. И центральные оба не подали. Требуют поддержки черепчинские ребята. А вот это вот... Хорошая подача. Да, Тускулан... Да, Тускул всегда набирает. На подачу очки, да? Заметили уже. И вчера Тумфали Василий такими подачами два подряд очка набрал через трос. Сейчас удлинил. И приема нет. Прием сбитый. Артамонов помог команде сейчас организовать. Второй раз получает и аут. От блока в аут. Очко за Усть Алданом. Саргалан, да? Десятый? Да, Саргалан Яковлев. Да, Саргалан Яковлев. Артамонов свою позицию получил. Первый раз он оставался в диагонали. Сейчас. Перемещал. Вот. Молодец Акаемов. Успел. Сейчас игра будет. Это была очень неожиданная передача, да? На четвертую зону. Все ждали диагонали или короткий. А Василий-то был готов. Вот это вот. По темпу только раз, да? Красиво у Нюргуна получилось. 13-15. Достают. А тут еще. Да, подъем мяча. Последователь на своих решениях. Сегодня он строк Аркадий Ефремов. Пасущим игрокам. А здесь ваше все-таки. Пронос, да? Пронос и в сетку. В общем, не получился удар. Да, у Филиппова. И теперь доигровщик Артамонов тоже ваут. Четвертая подача, да? Подряд. Ошибается. Без работы оставляет. Принимающих. Чуравчинцев. От Филиппов. Хорошо. Еще так. Переходящий мяч был. Здесь тоже можно организовать доигровку. Посмотрим диагональ. Да, Саргалан. Молодец. Саргалан сегодня стабильнее выглядит. И набирает свои полезные очки. Нужные. Нужные, да. Для команды. Счет видим. Ровно почти. 15. Сейчас на равенство подает. Сам же Саргалан пошел на линию подачи. И от очередной. Пятая. Пятая ошибка. Подряд при подаче. Это. Жарко, жарко. Воздух, воздушные потоки вверх идут. Мячи вверх вылетают. Обычно вырубаются, когда теряют силу. А сейчас они дальше летят. Даже такое ощущение, что они поднимаются на лунку. А с той стороны Усаргалан лучше подавал со стены. Но судя по отзывам зрителей, воздуха как такового вообще нет в этом помещении. И вряд ли есть такие потоки, которые способны увести мяч тепловые в какие-то стороны. 18-15. Легко отдали. Легко догнали и легко отпустили. Усарганцы. Вот от приема зависит. Нет позитивной приема. Прощай. Здесь уже хоть и зацепка. Вымучили ветераны у Силдана. Что Семен, что Влад. На подачу традиционно выходит Алексей Готовцев. 16-18, да? Ошибок больше, чем... Есть доводка. Чуть было не прошла эта скидка от Бродникова. Есть игра. Играется мяч. Простой перекид будет. Есть комбинации. Тут не готов Артем Сифцев. Один блок. Не отошел. Артемонов, по-моему, да? 17-й мяч переносит. А нет. Василий, Василий. Василиев. Оба до игроковщика в одном месте оказались. Детская такая радость на лице у Васи. Это положительное это. Есть некоторые надо энергию выплеснуть. И тут же забывать эпизоды, да? Настраиваться на новые. Сейчас. А да все готовцы. 17-18. Хочется, хочется счет сравнить. Но пока тащит Чуропча. Свисток прозвучал в пользу Чуропчи. Не удалось у Солданцам выровнять игру. А нет. Отдают очко у Солданцкому району. 18-18. Ну, картина первой партии тоже такая же была. Это означает, что в долгих розыгрышах крепче нервы у Солданца пока. Нет. 17-19. Скидка. Бродников на месте. Том Фолея. 20-й мяч. Такая радость. Взорванная игра. Встык попадает и вопросов нет. Завершающего удара не хватает. Ну, здесь, да, здесь скорее пас, ошибка паса. Очень низко было. И уже, уже 4 очка разница в счете. 4 очка, которые сможет ли вернуть себе у Солданская команда. Например, таким образом. Василий Васильев. Мы услышали тот раз, вот нам соговорили, да. Нам всего надо всего. Один съем и два. Ну вот. Защитить, ну, защитить свои подачи, да. И все. И потом один съем. Сразу же сняться. Есть. Пять мячей сразу они поработали. Так. 18-21. Один свой брейк и мяч нужен в Солдансе. Атласов Семен вчера тоже выходил на подачу и выигрывал. Мячей. Он может диагонали тоже. Сейчас рискнет. Возможно. Нет, не искал. И полей нет. На Пермякова. Блока аут. Да, с тройным блоком тут прыгали. Вусил Данци. Почему-то Семен Акавев оказался за блоком. Ожидал скидку, но 22-18. Сипсов на подачу, ждет. Что-то случилось? Мешает зрителя, наверное. Обращается ко второму судье. Готовность определяет. 22-18. Выходящий мяч был, но... Сыграли, отыграли этот мяч. Играется мяч. Перекатом в защите можно иногда. О, здесь какой. 23-18. Суетливо что-то, да? Два розыгрыша были очень суетливо. Тут не ждут мяч. На страховке. На прямых ногах стоят. И не успевают. Да, и первый прием был тоже входящий. Подача летела в аут. И перескнули. И за счет... 19-23. Нюргунщик сейчас от него зависит судьба этой партии. Есть доигровка очень... И наконец-то Гаврил. Охлопков свой мяч берет. Нужный момент. Вот высокий, ну хороший пас был от Нюргуна. Хорошо владеет телом в воздухе. Да, Нюргун в прыжке уже развернул и отдал Гаврилу мяч. И требуется, как воздух, один эйс. 20-23. Счет скользкий. Ау, чуть-чуть. Чуть было. Не допадал. До эйса. Рискнул, но и правильно сделал. Но сейчас надо сняться у Селданса. Организовать коллективную защиту с Чаровчинцем. Тонфолей. Тоже сложная подача будет. Аут. 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 В такой момент, да? Нервы, нервы, нервы. Сколько у него было хороших подач? И здесь вот при счете 21-24 ошибается. На подаче у нас заходит... Данил Васильев. Данил Васильев первый раз сегодня заходит? Второй раз. Второй раз. 18 лет. Будущее у Солданского волейбола. У нас очередная пауза. Алексей готовится выходил. На этот раз доверили Данилу Васильеву. На паузе классно получилось забить и заработать победное очко Эндокенькию Филиппову. Вот, пожалуйста, вторая партия завершается в пользу Чуропчи. 1-1. Ну, я скажу, что на обоих команды давление, ответственность давит. Они не показывают ту игру, которую мы привыкли видеть. Есть какая-то скованность. И счет тоже 1-1. Победа в обоих партиях в сторону Солдана тоже за счет ошибок. И в сторону Чуропчи за счет ошибок. Ну, таких, да, нападающих крепких ударов пока мы не видим. Кроме двух раз, когда Владимир Сидоров завершал комбинацию. Да, завершал комбинацию. Ну, с Солданцем пока стабильно играют молодые Василий Васильев. Ну, и в диагонали Сарглан-Яковлев несколько раз помог. И мало загруженные центральные. Обычно Юргун любит играть в быстрый пас. Вчера у обеих команд были очень сложные четвертьфиналы. У Солдан выиграл у Ленска со счетом 3-1 сборной команды города Ленска. А Чуропчинцы выиграли у города Якутска. Ну, а по предварительным играм могу сказать, что у Солдан всегда начинает очень хорошо. В своей группе тоже первые партии у Амги выиграла. Но потом проиграла со счетом 1-3. Потом выиграла команду Нюрингри тоже 1-3. И вчера выиграла 1-3. Но первые две партии вчера на загляденье были. Третью партию отдали. И в четвертой партии собрались. А Чуропча славится долгой игрой. Тем дольше матч продолжается. Чуропча больше набирает. Но они могут вот так в первых двух партиях неполную силу сыграть. Итак, третья партия. 0-0. Василий Васильев. Подача у Усть-Алданского района. Две команды играют в желтых формах. В желто-синих. На этот раз мы увидим атаку Чуропчи. Вот это было быстро, сильно и точно. Это Иннокентий Филиппов. Стоял боком к сетке, да? Завернул. Кисть отработал хорошо. Сумелый корпус и кисть вывернуть. 1-0. Тумфали Василий. Что-то мы сейчас увидим на его подаче. Но очень много таких невынужденных пауз в игре происходит. То технические перерывы, то судейские. Хорошие. Субтитры делал DimaTorzok И сказали, что продолжат матч, когда все зрители спустятся от неположенного места Ждем продолжения второй партии Третьей партии Третьей партии, да Второго полуфинала Среди мужчин по волейболу Чуракча Усилдан Василий Тумфали на ваших экранах будет подавать Получил указание в какую зону мяч направить Три защитника становится Четыре защитника принимает эту подачу И съем сразу же Два касания определяют, да? Нет, блок-аут, по-моему 1-1 Ну, для Усилданцев сейчас надо креатива Подключить не только края сетки Есть защита, классно Два раза Лишнее Закрыли, зачехлили Владимира На наглости хотел тут проехаться на спортивной наглости Мяч Чуракча Гаврил, зачем, да? Это же не твоя работа Обязательный свисток прозвучит в таких случаях От избытка желания помочь команде, скорее всего Решился на такой подвиг Гаврила Хлопков А надо было сыграть проще Просто перекинуть Иногда карамелька слаще, чем шоколад, да? Нужно, нет На охоте, наконец Отличная атака Саргылан Яковлев замыкает прострел Яковлев сегодня в строю Действительно Вчера мы видели провалы местами в его игре Но сегодня Саргылан очень стабилен И помогает своей команде Да Гаврила Хлопков на подаче Тоже сбитый прием Брека Но здесь не добили до конца Чуть-чуть не успевает Владислав Да, сложиться ему очень сложно Крупный парень Попов Владислав Но здесь я просто хочу сказать Что здесь не добил Кеша Артамонов Можно было Удобный пас был И завершить сразу, да? Да, завершить эпизод в свою пользу 3-3 3-3 Иннокентий Филиппов сейчас Да, договорились Яков Саргыланом Нюргун Саргыланом Есть прием Стоят и смотрят Это Либера Должен на подстраховке Семена Каемов Немножко какой-то ступор зашел Можно было подстраховать этот мяч Играется мяч И ошибается Саргылан Ну, загрузили его, да? В каждом эпизоде Яковлев участвует И в защите И в маневре команды Суета появилась у Салганцев Скорее всего С хорошего приема Будут пробовать Первый темп А, нет Диагональ Тоже ловят Сидоров Закрывает Артамонова Ну, здесь просчитать Было несложно Просто Логика игры подсказывалась Артамонова в диагонали Владислав стоял Не отходя, да? И Пас полетел Для диагонального А опытный Владимир Сидоров Сразу учил Где можно Свой мяч забрать И забрал 6-3 Не могут сняться С подачи Салганцев Киньки Филипова Проблемы с атакой Завершающим ударом Тоже Вообще Не ожидал Что Киньки Сыграет И получает Кураж Кураж Получил Сидоров И Сложно Будет Остановить 7-3 Интересные Болельщики Хорошо Там Остановил Сивцев Перелетающий Мяч И Атака От Владимира Сидорова Ошибку Второй Передачи Аркадий Ефремов Какой-то Вот Спад Большой Произошел Движение Вообще Команда Стоит У Солданская 8-3 И Не могут Сняться С подачи Никиты Филиппова Радость Болельщикам Чарапчи Где-то Ну Сейчас Атака На блок Отыгрались От блока Играется Мяс Сейчас Акаемов Сделал Все Что Не победит Здесь Сбились С кучку Все 5 игроков 3 Сзади Один человек И то За площадкой Стоит Уже Которая Подача От Филиппова Иннокенти А мы Считаем Что Атака Сильнее Чем Защита А при Сбитом Приеме Ничего Не Получается Сидоров Аутом Помог Володя Усел Дансен Четвертый Мяч Не исполнил Задумал Хорошо Увидел Что там Открыто Перекинул Чуть-чуть Не попал Идет Мяч Понадеялись На нападающего Но Акаемов Возвращает Атаку И Тут уже Обернулась Ошибкой И упущенным Очком Для Команды Чуропчинского Района Сейчас у нас Будет догонять Усел Данский Район Один раз Ошибся Второй раз Ошибся Как говорят Одна ошибка Посыпалась 5-9 Рано Рано Еще Сыпаться Третья партия Счет По партиям 1-1 Игра На равных Есть Артамонов Сбивает Чуропчу Да Пермеков Извиняется Да Он просто Потел И не смог Встать Да Вовремя Есть Прием Тоже Сбитый Но Здесь Солдан Без Атаки Здесь Уже За Шестой Зоной Попадает Попадает Володя Сидоров Прис Никак Усер Ганский Блок Но Меняет Володя Игрус Поэтому Рано То Не блок Не защита Не могут Поймать Да Его 11-6 Уже 11-6 Не идет Первый Темп У Солданцев Владимир Сидоров На линии Подачи 11-6 Бл Аут Вот Извиняется Василий Васильев Я в команде В шестерке Не вижу Лидера пока У Солданской Команды Который Который Смог бы В огонь Голоса Дать Нергон Это Делает Но Пока У нее Не получается 7-17 Да 12-12 Эйз Эйз Ах Ах Сразу оказывается на линии атаки. Аут. Восьмой мяч. Да, Семен, видно здесь, что аут мяч. 9-13. Четвертый номер у нас Афанасий Савин. Что-то всех выпускает. Яков Сивсов. Пробует. Лавров-Тускол блок-аут. 14-9. Да, здесь надо было проворнее сыграть ребятам. Но Гаврилу Ахлопкову. Это не удалось. Наоборот, от руки мяч упасть 2-аут. Тоже период сбитый. О, добавок. Здесь ваши. Говорить надо было, крикнуть. Я, да? Вася доволен. Как так говорит? Не ищет легких путей. Нет, он понимает, что у Шалдань медали отдает. Надевает им шею сами. 15-9. 15-9. Продолжение следует... Пятнадцать девять. Лавров возвращается, ребята, на площадку. Да, по ритму взорванный матч партии получается. То зрители, то скользко, то жарко. То судейские перерывы. Пятнадцать девять. И такая обреченность чувствуется. Шестнадцать девять. В Коттнесс команда у Салдана случилась. Сопротивление пропало. Очередная ошибка. Вроде как доводка была. Семнадцать девять. Ну вот, удара нету со стороны Усилдана пока. Но должны сейчас исправиться ребята. А Усилдан тем временем... Ой, Чуропча тем временем. Окрыленные на всех парах несутся к завершению третьей партии. Четвером стали на прием. Есть доводка. Блок хорошо работает. Филиппов Лавров. Ну вот тут хотел на линию перевести. Гаврила Хлопков. Пас получил от Алексея Готовцева. Но нету приема. Разгромный счет. Творят, что хотят. Чуропчинцы. Очень красивая атака в исполнении Иннокентия Филиппова. Вот. Раз и до пола. Над чистой сеткой. Благодарить за подарок. Есть игра. Ошибка совершена. Чуропча отдает этот мяч. 10-19. Сейчас или никогда, да? Буквально такая ситуация у Силдана. Либо... Нет, в этой партии имеется в виду. Либо сейчас делают... Сохраняют подачу и бросаются в догонку. Либо... Либо... Чуропча все близится к завершению третьей партии в свою пользу. Без борьбы третья партия в одни ворота идет. Доминант Чуропчинская сборная. И Василий Тумфали. Здесь решается судьба финала. Кто выйдет в финал, оспаривать золотые награды. Игр народов Якутии по волейболу. По классическому волейболу среди мужчин. И ошибка вводим мяча. Подача не получилась, не полетела. Ну, комфортное преимущество. 11 мячей у Силдана. Чуропча одной ногой в концовке. 20-й мяч. Здесь съем для Чуропча. Есть доводка. Доиграть. Ну вот. Артамонов. Кеша приносит 12-й мяч в нападении. Но это работа и вот так и должно быть. Пока 8 мячей. Их подача попадает в антенну. Нас не догонят, думают Чуропчинцы. 21-12. Делают все, чтобы завершить в свою пользу третью партию. Тускул Лавров. Один из лучших подающих команды Чуропчинского района. Немножечко отправляет в аут. И сейчас посмотрим ответ у Силдана. Гаврила Хлопков. Ее поменяет. Возвращается Нергон Сивцев. Обратная замена. Успокоился. Посмотрел со стороны. На игру своей команды. Достает мяч Саргалан Яковлев. Нравится, да. Бродникову сложно было помочь команде со страховки. 14-21. Гаврила Хлопков. Мяч в игре. Сидоров. Отводил от блока мяч. Блокаут осознанно играл. Это у него получилось. 22-й мяч выигран в нападении. Но мне хочу сказать, что и Чуропчане будущую игру пока не показывают, да? Ну, они свои моменты реализовывают. Ошибок меньше. И забивают. Главное у них исполнит и Вася, и Тумфали Василий, и Лавров Тускол, и Владимир Сидоров, и Иннокентий Филиппов. И Сипса второй блокирующий своих. Ну, практически все без брака идут, да? Ну, неистово, а так. Исполняет эти удары. Это дает плоды. На эффективность работают. А Усть-Алданские волейболисты пока вроде как отставание. Неужели они довольны с первой партией только? Вот, отличная атака. Первый темп в исполнении Артема Сивцева. 23-15. Да, сложно будет четвертой партией. Усть-Алданские волейболисты. Подготовиться, но надо. Смогли же нам все. 24-15. Все ближе и ближе у нас завершение третьей партии. Чуропча на коне. Поймала свой ритм игры. И девять сеток. Волов имеет свою пользу. И деморализован Усть-Алданский район. На данный момент. Касание сетки. Один отыгран с помощью чоровчинцев. Второй отыгран. Хорошо тут получилось. Переходящий мяч. Ну, легкое даду, все два ребятка. Семен Атласов. Подача у Саргулана. Пока дают свои всходы. Ошибка Тумфали. Редкий случай. Третий отыгран. 18-24. Их было девять, да? Этих сетболов. Шесть осталось. Вот и все. Альберт Бродников красивым жестом закрывает. Зарабатывает победное очко 25-е. И получается по партиям впереди Чуропчинский район. 2-1. Что же нам покажет четвертая партия? Надо собраться у Салдана. Первая легкая партия. Но я вот помню. Давай отдадим пять мячей, да? А потом все сделаем. И это слова воплотил в жизнь Альберт Бродников. Потому что он быстрее хотел заново перенастроить команду. И это у него получилось. И уже с настроением играет Чуропчинский. Содержательный такой разговор произошел. И Яков Сивцев выпускает, наверное, скорее всего, своих опытных и возрастных игроков. Потому что прием и много нас. Семен ему прямо сказал. Я приму. Нюргун блоком доволен, но говорит, что у нас блоком надо сразу выигрывать, а не кацаться. Ну, чтобы не доигрывать мяч. Пока блок только сцепляет, да? Да, сцепляет. Идут полуфинальные игры у мужчин на Спартакеаде и народов Якутии. Второй полуфинал. У Силдан Чуропча оспаривают путевку. Финал последнюю. Первый финалист уже определен в первом полуфинале. Ими стали команда Намского района. За бронзу будет играть команда Амгинского района. И сейчас увидим, как себя распределят вот эти ребята. Игроки Чуропчи и Усть Алдана. Усть Алдана в четвертой партии как-то вышел пободрее. Посмелее ребята выглядят. Злость появилась. Я не верю, что Усть Алдан так легко отдаст эту игру. За всю волетбольную карьеру Ньюргунс и всех показывал. Разный волетбол, но надеемся на него. При доводке он сможет. Высокий мяч. И да, первый мяч с разучью. Это обнадеживает. У Кеши появилась улыбка. Тут отскок неудачный для Чуропчи. И первое очко четвертой партии остается за Усть Алдана. Максимально нужно усложнить подачу. Быстрая атака. Да, тут так получишь такие атаки. Нестандартное решение. Заранее Сусток прозвучал. Скорее всего попал в ноги, да? Басилий Тумфали. И вот блок Чуропчи пока лучше работает. Два игрока просчитали уже. Тумфали второй раз. Два-один. Три-один. Да, доигровки. Ну, нестабильная доигровка. Нападающего удара нету. Частые ошибки, собственно, в нападении. И игра развалилась у Салдана. Что хотят, то и... Как говорится, на сеткой гуляет Иннокентий Филиппов. Свободно. Очередной перерыв. Просто Яков Сильцев понимает. Такое начало для них нежелательно. Уступают по партиям. Пока у нас идет вторая полуфинальная встреча среди мужчин. Скоро начнутся полуфинальные игры среди женщин. В первом полуфинале встретятся команды города Якутска и города Лёхминска. И во втором женском полуфинале встречаются Мирненский и Амга-1. А у нас второй полуфинал среди мужчин. Четвертая партия. И начало партии. 4-1 ведет Чаровча. Но, наконец-то, Усилдан в нападении сыграл хорошо. И второй мяч Иннокентий Артамонов завести. Надо Усилдан сам, а то Чаровча в одни ворота гуляет и над сеткой. И атакует комфортно. Ну вот, то скул Лавров. Атака по линии, да? Будущее Чаровчинского волейбола. Разобрался с блоком Артамонова. Тут непонятно, почему центральный блокирующий не переместился к краю сетки. ТЭТ-2. Простая подача здесь. Просчитали. Просчитали ситуацию. Видят, что у Владислава Попова пока какой-то перерыв. Ага, перерыв атакующий. И через Артамонова играет Нюргун. Победно вскинутые руки. Люба дорого смотреть. Да, вот в этой позиции Усилдан все время отдает мячи, да? Да, Чаровча в этой расстановке набирает по 6, по 8 мячей. В современном волейболе так нельзя. При подаче Тускула прям серийный провал идет у Усилдана. Усилдан на доигровке надо что-то делать. Наши замечательные картинки позволяют вам получить удовольствие от этой игры и даже прочувствовать атмосферу, проходящую у нас в этом зале имени Сахача. А желтая карточка? За некорректную передачу мяча скатить надо. Я не заметил, я просто пропустил этот момент. Или окаем его. С остальным Усилданом. Наконец-то первый темп проходит у Владислава Попова. И сейчас мы вправе ожидать более решительных действий от Усилданских ребят. Они все могут. 3-7. Задачи ставят высокие. Вчера выбили из полуфинала в команду Ленска. И сегодня в равной игре против Чуропчи. В похожей игре, да? Пока уступают. 4-7. Ошибка в нападении допускает Чуропча. Рано расслабляться Чуропчинцам. Кураж может появиться у Усилдана. Буквально 2-3 розыгрыша. И ребята могут возвратиться в игру на своем уровне высоком. Неслаженных действий очень много у Сарданцев. Сразу заметно. О, обидно. Обидно. В сторону улетела скидка. Очень спешил Сардлан Яковлев. Видит, там пусто. И хотел, пока не добежит Пермяков Евгений, скинуть пустующую зону. Иннокентий Филиппов у нас на подаче. Младший брат Андрея Филиппова. Андрей пока по медицинским показаниям не помогает своей команде. Зато Владислав Попов тоже нахакается на блок. Но в том случае, в предыдущем эпизоде площадку просто потерял Сардлан. До этого. Когда скидывал. Да. Он сюда поспускался. Думал, что он находится, наверное. Где-то в середине, да? Аут. Сидоров. Быстро. Но тоже. Мы об этом всегда говорили. У Володи иногда бывают тоже сбои. Шаргалан Яковлев. Поблок. Хорош. Хорош. Сидоров. Тут же исправляется. И 10-е очко в копилку Чурабчи. Очень мощное нападение у Сидорова. Высокое и главное скоростное, да? Да, скоростное. Он инерцию исполна использует. И сейчас будет подавать. 10-5. И в защите сыграл уверенно. Аут. Василий Тумфоли небрежно. Здесь нужно было просто исполнить. Сохранить мяч. Он пытался выиграть. Блок-аут. Такой характерный глухой стук мы услышали. Вот потихоньку-то игра появилась у Шаргаланской команды. Доигровщика стали свои мячи добирать. И 7-10. Вот отличный атака Тумфоли. Быстрый простел. 11-7. Нападающий с сильной кистью. Вот всегда его заметно же, да, по ударам. Кистьевые удары бывают. И трос чаще проходит. И через блок пробивается. Альберт Бродников доволен, наверное. Он принял такое решение, что не стал цепляться за первую партию. И команда Чоропчинцева сейчас впереди. 12-7. Брейковый мяч. Почувствовали себя всемогущими, да, Чоропчинцы? Мы можем себе позволить упустить первую партию. Зато остальные три возьмем. Сейчас посмотрим. Пока все складывается наилучшим образом для Чоропчинской команды. А усть Алдан. Восьмой мяч. Блистает пока эпизодами. Ошибка в нападении. Но так и должно быть, наверное, в полуфинале. Столь представительного турнира Игр народов Якутии. Потому что если... Классная подача мы сейчас увидели. Семен Атласов свои обещания тренеру выполнил. И принял, и подал. Девятый мяч. Да, сбитый прием. Здесь доиграть обязательно надо. Примерно так. Волна. 10-12. Чоропча вмиг решает останавливать вот этот кураж, который усть Алданские ребята сейчас благодаря своим успешным действиям поймали. Видать, психологическое что-то отпустило. Пал или пропал. Такое бывает в коллективном игре в любой. Когда уже практически в тебе никто не верит. Сейчас это кембек называется. Как называется? Кембек. Кембек. Возвращение с английского. Как нансы сегодня. Комбекировали. Накат. Здесь. Артамонов. Решил упростить. Усалдан. Одиннадцатый мяч выиграл. 11-12. Хороший мяч, да? Заряжен был Иннокентий Артамонов. И это ему на равенство будет подавать Семен Атласов. Подождь держит. Отличная подача. Второй эйс за эту расстановку и будет пятый раз подавать. 12-12. Молодец Семен. Не подводит доверие. Он, напоминаем, в стартовую шестерку не входил. А сейчас уже укрепился, да, в составе остался и очень успешно вписался в эту игру. Вот еще такая укороченная. Четвертый эйс. Завелись. Да, сейчас вот. Начинается настоящий полуфинал. Кто выдержит? Вот что значит подача, да, силу подачи мы видим. Значение подачи в волейболе только что были в роли догоняющих. А сейчас впереди Усть-Алдан. 13-12. Сейчас Чуропча что решит? С приема. Хороший и позитивный прием. А вот так. Тускул Лавров. Тускул Лавров решает, замыкает доигровку. Что случилось? Ну это скользко, наверное. Швабру требует. Второй номер Чуропчи появляется. Вместо Сивцева. 13-13. Чуропчи придется начинать все заново. Есть игра. Сложные позиции левой рукой. Отчаянно боролся за этот мяч Иннокентий Артамонов. И у него это получилось. 14-й мяч. Через блок играл. Нюргун Цивцев. Это тоже опасно. Есть игра. Вот это комбинация, которая все время получалась, вдруг отказывает. Немножко низкий был пас. Альберт это понимает прекрасно. Приносит свои извинения перед ребятами. Да, связующий игрок Альберт Бродников. 15-13. Пас подача летит. И доводки нет. Рисковал. Но получилось. 18-16, да? 16-13. Три мяча пока. Бакеша рисковал. Здесь ошибись. Стоит быть на чужой стороне. Нельзя играть. Коснуться мяча. Еле удержался. Без нарушений. И вот два розыгрыша, два брейка. И какая сейчас отношение. Накал появился. А теперь взгляд изменился у черопчинцев, да? Беспокойство появилось. Тревожность. Тревожность. А у Селдана есть психологический сейчас преимущество. Потому что четвертая партия, и они все время были в роли догоняющих. Сейчас вырвались вперед. Возрождение. И чтобы сравнить по партиям игру, им нужно обязательно выиграть четвертую партию. Пружина нажимали-то сильно. Комфортно ввели. Аут. Ну, правильно был взят перерыв. На то, чтобы сбить. В том числе. Теперь сняться надо. Вот и с этим проблема у Селдана. Есть доводка, есть пас. А вот сильно нападающий удар произвести пока некому. Артамонов на первой линии. А тут прием подводит. Целовая подача была. Не был готов к нему. К ней. Семен Акаемов. Заграждение в виде игрока было. И не ожидал, что так быстро мяч прилетит. Ждал планер, наверное. Потому что в прыжке Вася сейчас подал. 15 на равенство. 15-16. Тоже сбитый прием. Играется мяч. Нет, мяч отдаётся Чарапче. Касанием, наверное, да? Всё-таки касанием. Сейчас увидим на повторе. Не знаю. Может, Поле? Может, Поле. Ровно. По 16 выигранных мячей у каждой команды. Четвёртая партия. Касание с... А-а-а. Вот. Я о чём говорил в предыдущем эпизоде. Игрок Чарапче. Избытка Чурск коснулся сетки. И мяч отдал. Выигрышный мяч отдал. 17-16. Алексей Готовцев. Но у неё подача хорошая. Третья партия два мяча принёс. Не успеет сейчас Аргалан. И Чуропча. 17-17. Не отходя от кассы, что называется, счёт сравнивает. Да, почему-то Вуссердан отказался от коллективного блока. 17-17. Чуропчинцы свободно гуляет над циркой. 18-17. Здесь тоже со всех сторон неточности маленькие были. 18-18. 18-18. Тускул, да? Неужели ошибается Тускул Лавров? Хорошую расстановку пропускает Чуропча. Это шанс для Уссерданской команды. Иннокентий Артамонов. 18-18. По блоку. Есть игра. Пытались сыграть. О, ну как так? Седьмой номер вообще отключился. Не его работа. Нюргуна это. С точки зрения эффекта внезапности было хорошо задумано, но немножко не долетело. 19-18. Забыть этот эпизод. Дальше играть надо. Иннокентий Филиппов. Чуропча намерены поставить точку в этой игре, в этой же партии. Но сейчас посмотрим, как примет Уссалдан. Вот плохо приняли и плохо пошло. 20-18. Подача на заглядение получилась, да? Не хватило. Пока не хватает Уссалданцев стабильности. Артем Ксивцев аккуратненько скидывает. Концовка полуфинальной встречи. Без доводка. Полуфинальной партии. Более-менее прием позитивный. Чуть-чуть доводка. И тут старая связка. Набирает свои мячи. 19-20. Но не хватает хорошего доигровщика. Капитального. Да, вот который... Как Анатолий Макаров, да? Вамген. Сейчас Брейкова опять доверяется. На встречных курсах пошла игра. 21-19. Уже перевалились за 20-очковый рубеж волейболисты Чуропчи. И сейчас будут стараться завершить этот полуфинальный поединок. Иначе другим словом не назовешь. Объективно нужно сказать, что чуропчинская команда крепче. Возвращаются после перерыва. Ребята. Чуропча будет подавать сейчас. Четвертая партия. Я вижу, что внутреннее состояние команды нужно поправить. Скидка не проходит. Тумфали бросается за этим мячом. Касание сетки. Да, да. Это может помочь Уссалдану. Я люблю эту команду. И болею. Часто зову Салдана. Я уроженец Уссалданской района. Мне очень трудно сейчас что-то добавить. Кульминация. Скорее всего, кульминация будет. 20-21. Ну, в глазах. Ну, очевидно, что местами валидболисты не договариваются с собой. Блок, наконец-то. Четвертая партия, первый блок. И результат 21-21. Тут остановил блоком Нюргун лидерские качества проявляет. Да, он собирает команду. Он понимает, что шанс-то очень хороший. Играется мяч. Успевает еще апеллировать ребята, походу. Есть игра. Своих действий. Отличный, просто великолепный атакующий удар. Розыгрыш мяча был, да? Да, и завершение от Василия Тумфали. Ну, в Шолданса был шанс. Когда переходящий мяч, они как-то корявенько отдали. 22-21. У всех, кто болеет и за ту, и за другую команду. Волнительные. Нервы превратились в металлические струны. Кого-то лопнет. И игроков в том числе. Проходят очень волнительные мгновения. Но у Чарапчи есть преимущество выигранной партии. Стоя какой-то... Так нельзя. Да, это элементарная ошибка в нападении. 23-21. Вот сейчас надо выдержать. Пусть Алдану... Да, Семену надо было принять совсем Атласов совсем другое решение. Не забьешь в такой ситуации надо усложнить. Скинув на 9-й метр. На пасующего, да? Да, чтобы было время подготовиться к блоку. Играется мяч. Тоже, видать, потолка или пол коснулся мяч. Мяч отдан. Сетка, видимо, у Ахлопкова определяется. Коллективная ошибка при защите. И матчбол. 24-21. Чуропчинцы вскакивает на ноги. Второй полуфинал близок к завершению. Пока в атаке Чуропча Василий Тумфали скидывает. И своими руками отдают отдают у солданцы право бороться за золотые награды. Чуропча ликует. Мы поздравляем ребят финалистов. Ну, ожидаемый финал. Прошлогодний чемпион будет играть нынешним чемпионом. с действующим чемпионом республики. Намский район встречается с Чуропчинским районом. Чуропча намцы. Крепче оказалась сборная Чуропчинская. Но здесь характерно, что Чуропчинцы играют своими воспитанниками, уроженцами. Здесь мало легионеров. Да, все за родину горой, что называется. И Пермяковы, и Филипповы. Это все коренные Чуропчинцы. Сейчас поздравляют друг друга ребята, благодарят. Уселдан будет бороться за бронзу с местной командой, с командой Амгинского района. Тоже очень сильной по составу, по технике игры команд. Ну, а мы благодарим зрителей, что, уважаемые зрители, что были с нами и продолжим дальше смотреть волейбол. До новых встреч! Продолжение следует...